МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир продолжает новости первого областного канала. В студии Евгений Македрюк. Наши корреспонденты готовы рассказать о главных событиях дня. И вначале коротко о наиболее заметных темах. Откровение от первого лица. Александр Козлов дал первую расширенную пресс-конференцию местным СМИ в обход санкций амурские производители освоили выпуск редкого сорта твердого сыра Буковинского. Святой воды хватит всем. В крещении у благовещенских храмов будут стоять автоцистерны с освещенной водой. Дай волю фантазии. Благовещенцам предлагают поучаствовать в художественном оформлении одного из помещений Амурского областного дома народного творчества. Экстрим для всех. Непрофессиональные гонщики приняли участие в ледовом авторале. Ну и начнем выпуск с главной и самой обсуждаемой новости пресс-конференции губернатора Амурской области Александра Козлова. Это была его первая встреча с журналистами в должности главы региона. Его выступления, кстати, сами журналисты уже разобрали на цитаты. Конечно, речь в основном шла о перспективах развития при Амуре. Это и строительство двух мостов на реках Амур-Изея, и госдолг региона, а также нехватка медицинских кадров. Но больше всего представителей СМИ со всей области порадовали подробности личной жизни главы региона. О будущих детях и своей команде откровения первого лица области в следующем материале. Удобные кресла почти по-домашнему. Такой формат для пресс-конференции губернатора выбрали в этом году. Отказавшись от привычного диалога за круглым столом, встречу провели в более камерной, но при этом современной обстановке. В зале больше 130 журналистов со всей Амурской области. Каждый приехал со своим вопросом. Первый удалось задать редактору Амурской правды Елене Павловой. Он касался команды губернатора. Когда, наконец, формирует состав правительства. На самом деле это очень большая, кропотливая работа. Потому что мы же не на пикник собираемся шашлыки пожарить. Когда кому дозвонился, кому не дозвонился, кто-то поехал. А на самом деле это люди, которые будут возглавлять целые направления. И по ним будет проведена оценка дальнейших действий. И правительство, что это такое? Если так излагать коммерческим языком, это совет директоров крупного такого предприятия, холдинга Амурской области. Это первая пресс-конференция Александра Козлова в должности губернатора. Она длилась около полутора часов. И его речь, кстати, журналисты уже разобрали на цитаты. Мы работаем. Как там наш Владимир Ильич сказал в свое время. Это дураками идет, а мы работаем. Правильно? Вопрос о строительстве будущих мостов через реки Амур-Изея в перемешку с темой нехватки врачей и госдолгом региона. Основная мысль, которую озвучил глава Прямурия, даже 30,5 миллиардов долга не приведут область к банкротству. А закрывать долги будут. И первый шаг для этого уже сделан. Привлечены бюджетные кредиты под минимальный процент. От вопросов денежных перешли к спортивным. Губернатор предложил подискутировать. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, вот сейчас в области нет профессиональной команды по футболу. Будут ли как-то проводиться работы по этому поводу? Или предпочтение будет отдаваться зимним видам спорта, таким как хоккей, например? А вы как считаете? Я хотела бы у вас узнать. Не, а вы как считаете? Я хочу дискуссии, если вы не против. Интерактив, пожалуй, главная особенность прошедшей пресс-конференции. Губернатору рассказали историю жительницы поселка Бурея, которая живет в непригодных условиях. Попросили разобраться. Практически в режиме нон-стоп, не прерывая общение с журналистами, Александр Козлов позвонил главе Буреевского района и дал ровно неделю, чтобы решить вопрос. Позанимается. Неделя есть, сегодня еще пятница. В следующую пятницу вам предложение встретиться. То есть обменяться с телефонами, вы ответ получите. Договорились? Под занавес пресс-конференции стали спрашивать о личном, когда в семье губернатора появится ребенок. В действительности я хочу очень сильно детей. Хотел бы, честно говоря, если бы это был первый мальчик, мне даже нравится одно имя, которое бы я назвал, но жена также разделяет. И все в 16-м году пожелали этого. Дай бог, чтобы это получилось. Это все зависит от звезд, от здоровья, от многих других факторов, которые есть. Если это произойдет, я обещаю, Порт-Амуру я сообщу тогда первым. Коль вы задавали вопрос, хорошо? Имя будущего наследника глава региона не раскрыл, но пообещал. Это далеко не последняя встреча с журналистами, на которой будет еще много откровений от первого лица. Яна Лисовая, Игорь Карпов, Роман Юдаков, Первый областной. После пресс-конференции губернатор Александр Козлов в честь Дня российской печати наградил благодарственными письмами пять амурских СМИ за вклад в развитие региональной журналистики. Также знаком отличия двух журналистов удостоил председатель законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов, среди них журналист нашей телекомпании Юрий Камышный. Еще два благодарственных письма вручила мэр города Благовещенского Валентина Калита. В числе награжденных наш редактор Елена Шаламенцева. Ну и к другим новостям. Пять аварийных мостов, разрушенных паводком в 2013-м, начнут восстанавливать в этом году. На эти цели направят 180 миллионов рублей. В список вошли. Мостовой переход на седьмом километре трассы Шимановск-Нововоскресеновка-Симонова длиною в 31 метр. 25-метровый переход на автодороге Тык до Черняева. Конструкция на 28-м километре дороги Верхний Урту и Зиньковка. И мост на 15-м километре проезда крестовоздвиженка Паяркова-Калинина. На 116-м километре автодороги Зея-Поляковский мостовое сооружение заменят насыпью, а под ней проложат гофрированную трубу длиною в 275 метров. Также в июне этого года будет сдан еще один объект длиною в 300 метров. На пятом километре автодороги Лозовое-Садовое-Лермонтовка. Этот участок строители сделали еще в 2015-м по новой технологии. Было впервые выполнено асфальтобетон, который позволяет его укладывать до температуры до минус 10 градусов. Мы это применили. Результат положительный. Единственное, что там подрядчик сделал дефект. Соответственно, никакие объемы не принимались. И объект будет сдан в этом году с учетом соответствующего качества. В 2016-м году планируют сдать под ключ четыре мостовых сооружения, еще два в 2017-м. А всего на региональных автомобильных дорогах находится 626 мостовых сооружений. 117 из них в ненормативном состоянии. Их будут реконструировать постепенно. Амуру Продор разработает программу на три года. В ней пропишут очередность ремонта мостов в соответствии со степенью изношенности и интенсивностью движения по ним. Благовещенская администрация опубликовала карту дорожного ремонта, который прошел в областной столице в прошлом году и намечен на текущий. Ознакомиться с планами дорожников можно на сайте мэрии в разделе ЖКХ и благоустройства. Карта ремонта дорог, как и в прошлом году, формируется с учетом мнения жителей города. Так, после выездного совещания губернатора Александра Козлова и мэра Благовещенского Валентина Калиты в список были включены участки дорог по улице Текстильной от Шамановского до Кузнечной и Фрунзы от Театральной до Лозо, а также строительство дорог в районах 800-го квартала и 5-й стройки. В этом году на ремонт дорожной сети областной столицы, как и в прошлом, будет выделено около 300 миллионов рублей. В так называемую дорожную карту попало 20 объектов. Это и строительство новых дорог, ремонт улиц, благоустройство территорий. Отдельным пунктом в документе прописан капитальный ремонт покрытия моста через реку Зея. Международная ледовая переправа через реку Амур сообщением Парьяркова-Сюнгхэ откроется 19 января. На днях российская часть ледовой дороги была принята областной комиссией. Протяженность зимника 20,5 километра. Из них российская часть составляет 16 километров. Наименьшая глубина промерзания ледового покрова на Амуре 74 сантиметра, что позволяет осуществить движение транспорта массой до 30 тонн. Также контрольно-надзорными органами по согласованию с китайской стороной определен режим работы пункта пропуска Парьяркова-Сюнгхэ. Обслуживать туристов и грузоперевозчиков будут с 8 часов до 17 часов ежедневно. Чрезвычайное происшествие произошло на Благовещенской ТЭЦ, но не коммунального характера. В эти выходные в одном из цехов теплоцентрали было обнаружено тело мужчины, который свел счеты с жизнью. Происшествие произошло 15 января. Мужчину обнаружили коллеги, возвращавшиеся после обеденного перерыва. Предварительно стало известно, что счеты с жизнью свел 54-летний рабочий. Тело мужчины нашли в одном из цехов. Предсмертной записки рядом не было. В данное время по факту проводится проверка Следственного комитета. По ее результатам будет принято процессуальное решение, было ли это самоубийство или доведение до самоубийства. Изучать детали происшествия следователи будут в течение 10 дней. Наш ответ западным санкциям. Амурские производители освоили выпуск редкого сорта твердого сыра – Буковинского. По вкусовым качествам продукт, сделанный в Преамурье, не уступает голландским или французским сырам. А по содержанию полезных веществ даже их превосходят. О секретах сыроварения в условиях импортозамещения материал Юрия Камышного. Сегодня в молочном цеху агрофирмы «Партизан» особенный день. К производству готовят партию сыра Буковинский. Новую для себя технологию местные сыровары осваивали несколько месяцев. Было важно следуя рецептуре подобрать нужную консистенцию, соотношение белка и микроэлементов, ну и, конечно, не отступать от вкусовых качеств. В результате получился продукт, у которого есть отличительная черта. Все наше отечественное сырье, то, что мы получаем на своих фермах от крупнорогатого скота, мы используем в производстве сыра Буковинский. На один килограмм Буковинского необходимо 12 литров отборного молока, обязательно с повышенным содержанием белка. Здесь за этим следят очень строго. Высокобелковое молоко получают от своих же коров. Чтобы и количество, и качество продукта было постоянным, в партизане разводят только одну породу буренок – галштинофриз. У этих племенных рогатых даже свой особенный рацион. Чтобы получить высокобелок, в рационе должно содержаться 50% рациона, это должно быть грубая корма. Это сено, сенаж, силос, а уже потом идет концентраты. Тогда получается качественное молоко с большим содержанием белка. В этом молочном цеху есть отдельное помещение «Святая святых». Здесь в стерильной комнате сыры, как хорошее вино, зреют. Вот у нас комната для созревания сыра. Здесь определенная температура, влажность воздуха. Но доступ имеет только тот, кто работает непосредственно с сыром. Сыр в стадии созревания, как маленький живой организм, требует постоянного внимания. Тот же Буковинский переворачивает каждый день на протяжении 30 суток. Столько времени требуется, чтобы продукт приобрел вкус и стал соответствовать всем требованиям ГОСТа. Цвет нежно-кремовый, вкус немного солоноватый. Это сырная поэзия. Несмотря на свою цену, более 400 рублей за килограмм в магазинах не залеживается. Этот сыр находится на созревании 30 суток. То есть, таким образом, я как экономист скажу, своего рода мы замораживаем финансовые средства. На это сегодня немногие пойдут, но мы от этой технологии не отходим, так как она натуральная. И поэтому цена, ну какая на сегодняшний день сложилась, ниже она просто невозможна. Как только сыр готов, партия тут же уходит в реализацию. Как уверяют производители, заказы на этот продукт сформированы на месяц вперед. Амурский потребитель предпочитает покупать свое и качественное. Юрий Камышный, Игорь Карпов, Первый областной. День юного изобретателя отметили в минувшие выходные. Торжеств, как правило, в такие дни не бывает. В праздник принято демонстрировать то, что уже получилось, и делиться новыми идеями. Наш корреспондент Ирина Кабзарь побывала в классе, где оживляют детали и технику и теперь знает, о чем мечтает юное поколение. Отсюда бежит суда, теперь бежит с минуса на сопротивление. Здесь только ток может встретить сопротивление. Сопротивляться знаниям с таким педагогом невозможно. От восторга побед у ребят загораются и глаза, и лампочки. За один урок они собрали электрическую цепь и произнесли свои первые слова азбукой Морзе. В А Ну Ня С такими мужчинами хоть в море, хоть в разведку. В беде не оставят и пропасть не дадут. Даже на Марсе. Мне почему-то хочется собрать робота, который будет летать по всяким планетам в космосе. Например, прилетит он на Марс, пробурит немного землю, посмотрит, какая там почва и полетит дальше на Нептун. Пока подрастающие гении мечтают, ребята постарше уже воплощают фантазии в реальность. Артем Насонов всего за полтора часа собрал робота, сохраняющего равновесие. В свои неполные 14 школьник старается смотреть шире законов физики. Можно сделать так, чтобы при езде он не просто стоял на месте и сохранял равновесие, а равномерно двигался вперед или назад, чтобы возить какую-нибудь, например, еду больным людям. А впереди весенняя конференция, новый проект и много трудной, интересной, а самое главное любимой работы. Концепция идей робот-художник. В робот будет Сталин Карадаш, который будет подниматься и опускаться при помощи сервопривода, но тоже по заданной программе. То есть мы вводим какой-либо рисунок в программу, программа его обрабатывает и выдают еще одну программу, которая воспроизводит этот рисунок уже на листе бумаги. Все роботы собраны на базе конструктора Лего, а закупает их институт, потому что стоят такие игрушки не по-детски от 25 тысяч рублей. Сейчас ребята ожидают очередную посылку, в которой электроника и несколько новых наборов деталей. А еще роботы-манипуляторы. Надо указать направление вправо либо влево. Например, она будет двигаться вправо. Примерно нужно найти момент, куда она двигается эту штуку, чтобы поймала. Теперь влево. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Новости, Первый областной канал. Благовещенцам предложили поучаствовать в художественном оформлении одного помещения. С таким необычным предложением обратилось Амурское молодежное объединение Клуб полезного действия. Дело в том, что организация уже провела основные ремонтные работы, а белые стены оставила для тех, кто любит рисовать. Клуб полезного действия, сокращенно КПД, находится в Амурском областном доме народного творчества и занимает 300 квадратных метров. Разрисовать свою часть стены в помещении клуба сможет любой желающий, возрастных ограничений нет. Творческий конкурс называется «Арт-мастерская». Участникам предлагают темы, на которые можно будет творить. Покорители космоса, созидание, моя родина и здоровое поколение. Согласуем эскизы, желающие люди приходят, начинают работать, раскрашиваем это все, мы предоставляем бесплатно, ну и соответственно всем желающим краски, кисти и в день нового открытия Клуба полезного действия 20 февраля будет подведение итогов вот этого конкурса и где мы наградим победителей. Открытие клуба после ремонта состоится 20 февраля. За год своего существования КПД провел 400 мероприятий. Среди них мастер-классы, дискуссионные площадки, музыкальные квартирники, литературные гостиные и многое другое. Желающие оставить свой след на белых стенах могут обратиться к организаторам Клуба полезного действия через социальные сети в официальные сообщества КПД. 19 января православные всего мира отметят один из главных праздников Крещения Господни. В этот день верующие по традиции смогут не только окунуться в прорубь, но и запастись святой водой. В Благовещенске, например, подвозить воду к храмам будут сотрудники Амурводоканала. После освещения набрать ее смогут все желающие. Автоцистерны будут стоять у двух благовещенских церквей на улице Горького и в переулке Релочной. Дежурить будут две спецмашины, каждая вместимостью 4-6 тысяч литров. Набирать воду будут в одной из артезианских скважин Благовещенска. Водовозки простоят 19 января у храмов с 12 до 20 часов. Кстати, в прошлом году, рассказали специалисты Амурводоканала, благовещенцы разобрали около 24 тысяч литров освещенной воды. Несмотря на все благодатные свойства освещенной воды, сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не пить воду из-за Ордании, да и купаться не везде советуют, поскольку три крещенские купели по результатам проверки опасны для здоровья. Вода в них не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Проверку не прошли проруби озера Римзаводское города Райчихинск на реке Амур в районе полуострова Бычи в селе Паярково и на реке Зия в селе Овсянка Зейского района. Ну а в России отмечают бум развития УШУ и Амурская область здесь не исключение. В выходных в Благовещенске прошли региональные соревнования по УШУ-Саньда. В них приняли участие рекордное количество спортсменов. Вы успешно продвигаете свой вид спорта. Он действительно пользуется настоящей популярностью сейчас. И это говорит о том, что сегодня у нас присутствует действительно большое количество участников, 120 человек. В 10-м чемпионате и первенстве Амурской области по УШУ приняли участие спортсмены из Благовещенска, Рачехенска, Белогорска, Завитинского и Тамбовского районов. Хотя еще недавно УШУ занимались только в областном центре. У такой популярности есть и материальное объяснение. УШУ включили в программу универсиада. Это значит, что, скорее всего, этот вид спорта станет олимпийским. У нас намного стало больше, мы развиваемся. Нам в этом году официально предоставили спортивный зал для тренировки по УШУ-Таулу на безвозмездной основе. То есть, Козлов Александр Александрович, он нам постарался, чтобы мы все-таки где-то занимались, не бегали с углового. На соревнованиях по УШУ-Саньда, это боевое направление единоборства, разыграли 66 комплектов медалей. За день до этого федерация провела чемпионат и первенство региона по УШУ-Таулу, это бой с тенью. Победители отправятся на окружные соревнования по УШУ. Профессиональные гонщики и простые водители сошлись в ледовом авторале. Любой амурчанин мог попробовать себя в кольцевых автогонках на озере Монуменском близ села Верхблаговещенское. Причем, желающих погонять было так много, что прием заявок на соревнования даже пришлось приостановить. Более подробно о льде и скоростях на нем расскажет Мария Красилова. Он в 48 часу едет, ты в 49 уезжаешь. Хорошо. Все заезды расписаны по секундам, ведь у каждого гонщика есть три попытки, чтобы проехать круг по озеру. Участников ралли разделили на пять классов. Профессионалы на подготовленных машинах и любители на своих обычных авто разного привода. Погонять организованно мог любой желающий. Борис, 20-й номером она едет, по-моему. Секундочку. Да, уже влезнет. У организаторов сегодня сложный день, некогда даже погреться. Соревнования планировали закончить после обеда, но финиш будет только ближе к вечеру. У нас очень много становится. Последний раз зимой у нас было 25 человек, рекорд. В эту зиму у нас рекорд по первый этап 46 человек. Мы остановили регистрацию, были еще желающие. Среди участников есть и две девушки. Юлия Широбокова в ралли участвует второй раз. Конкуренция в этом году большая. 10 машин в классе. Настроена на победу, но для девушки-водителя она еще не главная. Я получаю от этого удовольствие, какой-то опыт, опыт в вождении. Потом на дорогах проще. Ну и все равно адреналин. На Монуменском озере много не только гонщиков, но и болельщиков. Они приехали на гонки целыми автоклубами. В городе как бы нас с группой никто не гоняет, потому что как бы и людей много, и детей. Избежать последствий ДТП и травм. Лучше вот приехал, как говорится, оторвался, поучаствовал в соревнованиях. Кольцевые автогонки на льду тайм-атака морское отделение Российской автомобильной федерации проводят в третий раз. Эти соревнования закончатся 27 февраля. То есть впереди еще два этапа. И возможно организованные гонки станут еще популярнее. Мария Красилова, Андрей Цветков, новости Первый областной. На этом выпуск завершен. Напомню, смотреть нашу программу теперь вы можете ежедневно. Информационные выпуски будут выходить в эфир в 8 утра, в 8.30, в 13, в 16, в 20 часов и в 22.00. Ну а пересматривать интересные сюжеты и выпуски в социальных сетях, например, на страничке Первого областного канала в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайтах amurobl.tv и portamur.ru в разделе ТВ-проекты. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин